Сотрудники МВД России по городу Рязани задержали трёх злоумышленников, которые подозреваются в поломке десятков памятников на Шереметьевском кладбище на окраине города. Как оказалось, никакие потусторонние силы, проснувшиеся под влиянием кровавой луны, в процессе вандализма не участвовали. Устроили погром люди, сильно пьяные и не знающие, куда применить свою энергию. Я нажрался, я не осознал, что я делаю. А много выпили-то? Много выпили? Я не помню. Не помнишь? И пошли куда? Да. И что там делали? Памятки сносили. А много памятников-то? Я их не считал, говорят около семейц. Но я и так не мог. Много, да? А для чего это вообще вы делали-то? Я уже пьяный был, не понимаю. А сколько ваш народ-то был? Трои. И все трои, да, вы ломали? Да. Ты сам сколько памятников-то сломал? Десять номер. И больше не помнишь, да? Я вообще не работал. А почему вы потянули именно на кладбище-то? Вроде не пошли гулять там на дискотеке. Почему вы именно на кладбище-то пошли? На дискотеке не на работе. Напомним, что утром 28 сентября в полицию поступило сообщение о том, что накануне ночью на Шереметьевском кладбище было поломано около 70 памятников. Сотрудники полиции тщательно осмотрели место происшествия, обнаружили и зафиксировали следы злоумышленников. Велись активные оперативно-розыскные мероприятия. Полицейские через средства массовой информации и социальные сети обратились к жителям города за помощью в розыске злоумышленников. Просили откликнуться очевидцев происшествия. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские проверяли на причастность к этому инциденту рязанцев, ведущих асоциальный образ жизни, злоупотребляющих алкоголем и злоумышленников, ранее привлекавшихся к ответственности за совершение аналогичных хулиганских действий. Сотрудники полиции выяснили, что к поломке памятников причастны трое рязанцев в возрасте от 25 до 30 лет. Приятели нигде не работали и нередко злоупотребляли спиртным. Установлено, что в вечер воскресенья молодые люди сильно выпили, случайно зашли на кладбище и в состоянии алкогольного опьянения из хулиганских побуждений поломали несколько десятков памятников. Сейчас злоумышленники не могут нятно объяснить причину своих действий и ссылаются на сильное алкогольное опьянение. Выяснилось, что 7 лет назад эти же приятели уже привлекались к ответственности за совершение в нетрезвом виде хулиганских действий на кладбище. По данному факту возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 5 лет.